Держитесь подальше от этих четыре знаков зодиака. Всю свою жизнь я была известна множеством вещей. Я милая девушка, женщина-кошка, та, которая имеет склонность время от времени создавать небольшие проблемы. И я тот человек, которого вы никогда не должны будить. По любой причине, излишне говорить, что мой темперамент переходит от нуля до сотни миллиардов за считанные секунды, когда срабатывает будильник, или, что еще хуже, кто-то слишком шумит по утрам. Чтобы узнать, кого следует, а кого категорически не стоит будить по утрам, вам лучше прислушаться к советам астрологов. Астрология может многое рассказать о том, как люди справляются со всеми сферами своей жизни, включая такие мелочи, как сон. Некоторые знаки зодиака – это энергичные люди, которые просыпаются в шести утра с улыбкой на лице, готовые покорять мир, это точно, козерог, он всегда такой собранный. Но остальные справляются с этим не так просто, и лучше лишний раз их не тревожить. Итак, чтобы узнать, являетесь ли вы, или ваша вторая половника, одним из четырех знаков зодиака, которых не стоит трогать, когда они устали и хотят спать, читайте наш гороскоп. Держитесь подальше от этих четыре знаков зодиака, когда они устали. Овен. Овен – это тот, кто хочет комфорта всегда, и он имеет тенденцию быть нетерпеливым и капризным. Поэтому, когда вы решите разбудить его раньше, чем его будильник, он сделает вам харакири. Его лучше не трогать, если он переутомился и решил вздремнуть, ведь так он не восстановит свои силы, и отыграется за это на ваших нервах. Конечно, как только Овен встанет и двинется в путь, его уже не остановить. Он – полон решимости сделать день продуктивным, но пробуждение – это действительно сложная часть дня. Если вы хотите поднять его, убедитесь, что вы, а делаете это тихо и спокойно, позволяете одну самому решить, сколько дополнительных минут он может еще поваляться в постели. У него все под контролем. Лев. Очевидно, все знают, что Лев отчаянно нуждается в том, чтобы находиться в центре внимания. Но вы должны дать ему время по утрам, чтобы подготовиться к этому. Это означает, что нельзя заходить в его комнату и будить его. Он сам решает, когда пробуждаться. Представьте сами, как бы вы себя чувствовали, если бы вы, будучи по своей природе ленивым человеком, который хочет, чтобы с ним обращались как с царственной особой, проснулся от чего-то столь же глупого, как школа, работа или поздний завтрак. Пожалуйста, пусть королева-король отдохнут. Водолей. Водолей может быть веселым, интеллектуально развитым и коммуникабельным человеком, но это не значит, что он не ценит время, отведенного ему для сна. Он любит хорошенько поспать и понежиться в постельке. Учитывая, то, насколько он темпераментный, он предпочел бы просто накричать на вас из-за какой-то глупости, чем объяснять, почему он хочет так долго спать. Не стоит его будить, когда он спит, или прилег вздремнуть на диване, иначе вы пожалеете об этом. В ваш адрес полетят далеко нелестные слова. Держитесь подальше от них, когда они спят. Рыбы. Этот знак зодиака довольно загадочный и мечтательный. С одной стороны, рыбы милые, заботливые, готовые в любой день помочь кому-то. Они очень эмпиричные и внимательные к другим людям. Но с другой стороны, есть одна вещь, которую они ценят больше, чем свои отношения, их способность уйти от реальности, когда дела идут плохо. Таких способов у них несколько, и сон один из них. Сами подумайте, как проще уйти от проблем и стресса. Ну, конечно же, заснуть и забыться в этом состоянии. Поверьте, когда рыбы попадают в своих сновидениях в иной мир, в котором все так, как они того желают, где исполняются их мечты, то менее всего они хотят, чтобы их возвращали в реальность. Не выдергивайте их из сновидений, бескрайне важный на то причины. Наступает конец света или нужно спать мир, поинтересуйтесь заранее у рыб, хотят ли они, чтобы их будили по такому поводу. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим, до новых встреч, благодарим за просмотр.